Информационная программа «События недели». На этой неделе Карачаева Черкисию с рабочей поездкой посетила председатель Всероссийского фонда защитника Отечества Анна Цивилёва. В ходе встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым она высоко оценила выстроенную в регионе систему поддержки участников СВО и их семей. Анна Евгеньевна особо отметила чуткость коллектива фонда, в том числе и работающих волонтёров и демобилизованных. Рашид Тимрезов отметил, что действительно искренность, неравнодушие и внимание отличает сотрудников филиала фонда. «Наши ребята ждут от нас поддержки во всём, и мы будем обязательно и дальше наращивать выстроенную работу, улучшать её, оперативно решая все вопросы», – добавил он. Глава республики поблагодарил Анну Цивилёву за оказанную помощь и поддержку и выразил уверенность, что совместные усилия позволят бойцам восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни и стать активными членами общества. «Уютный, гостеприимный, чуткий, отзывчивый – это ещё и те кадры, которые у вас там работают. Безусловно, под руководством такого чуткого опытного руководителя сам по себе коллектив, он очень профессиональный. И ни одно обращение не остаётся без внимания. Кроме того, что наш фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным ветеранам специальной военной операции, людям, которые уже уволены, вернулись домой к мирной жизни, семьям погибших бойцов, в филиал обращается очень много и семей участников, и самих участников, которые приходят в отпуск, и для них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же, все сотрудники, очень чутко понимая, что этих людей всё равно нельзя как-то перенаправить куда-то, помогают им решать эти задачи. Выходят на Министерство обороны, выходят на военкоматы, комиссариаты, организуют сбор документов как раз в военно-врачебных комиссиях, то есть тех справок документов, которых ребята не могут добиться из-за неких там бюрократических проволочек и долгого пути. Поэтому берутся за любые задачи. Организована хорошо медицинская служба, психологи медицинские работают. Это тоже очень важно. Мне приятно, что филиал открыл свои двери, и там работают и волонтерские организации, комитет семьи воинов Отечества с вдовами, с матерями погибших ребят, работают очень плотно. То есть именно такое использование и объединение всех сил, всех ресурсов в области, которые дают возможность эффективно решать поставленные задачи. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете, потому что мы понимаем, без межведомственного взаимодействия, без поддержки органов власти, работа фонда не могла бы быть столь эффективной. Мы с первого дня органы государственной власти, муниципальные, законодательные, а самое главное, люди, собрались вокруг того, чтобы решать оперативно, решать искренне те проблемы, вопросы, которые сегодня есть у семей наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. В Черкесске в рамках визита в Республику председателя Госфонда Защитника Отечества Анны Цивилёвой состоялось знакомство с работой регионального подразделения фонда. Смотрите подробности. У входа высоких гостей встречают работники регионального отделения фонда. В сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова председатель фонда Защитника Отечества Анна Цивилёва пообщалась с инвалидом-участником спецоперации. Расскажите впечатления, как вас встретили сотрудники? Позитивные впечатления. Позитивные, то есть открыты, готовы выслушать, и в общем, чтобы подключить свои ресурсы для решения тех или иных задач. Задачи непростые, наверное, в основном документы, выплаты документов. Сейчас мы как раз ехали, разговаривали взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, с Министерством обороны, чтобы документы ребятам получить необходимые. А потом уже с документами, конечно же, фонд подхватывает и решает все вопросы, задачи. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер социальной поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Здесь также помогут с переобучением и дальнейшим трудоустройством. Действительно, очень много, наверное, вы подтвердите. К нам в фонд обращаются непосредственно и семьи, и сами участники. Несмотря на то, что они находятся в ведомстве Министерства обороны, мы, конечно же, не отказываем и, по возможности, или маршрутизируем, помогаем, подключаем те ведомства, которые могут решить или иные вопросы, ну и помощь психологическую оказываем. Увиденным председателем Фонда защитника Отечества Анна Цивилёва осталась довольна. Подобрано хорошее помещение, соответствующее техническим требованиям. Это и площадь, и доступная транспортная среда, и доступная среда для инвалидов. Это уютные, современные, чистые места для встречи ветеранов и оказания им помощи. Особенную оценку отлично я ставлю за то, что здесь работают настоящие профессионалы, люди и с опытом управления, и с опытом боевой службы, которые, как никто другой, знают проблемы чаяния, с чем сталкиваются сейчас ветераны, возвращающиеся домой, и оперативно это отрабатывают. Мудро, тонко, очень деликатно решают все эти вопросы. По словам Анны Цивилёвой, задач у Фонда защитника Отечества очень много. Они разнонаправленные, и в основном они будут исходить непосредственно от запроса самих военнослужащих, которые возвращаются домой, и призвала обратить особое внимание на работу с отдалёнными населёнными пунктами республики. Мурат Ченкиозов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В этот же день председатель Фонда защитника Отечества Анна Цивилёва посетила лечебно-реабилитационный центр в Черкесске. Она ознакомилась с условиями пребывания участников СВО. Здесь они могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации. О том, как прошла встреча в центре, расскажет Альбина Ламкова. В лечебном реабилитационном центре председателя Фонда защитники Отечества Анну Цивилёву, главный врач учреждения Борис Битимреза, встретил с красивым букетом цветов. Затем все направились в корпус. Не заметить благоустроенную территорию, утопающую в цветах, невозможно. Для пациентов созданы условия, подобные санаторным. Они отдыхают и общаются после процедур. Зона для комфортного пребывания людей продумана с заботой о пациентах. Надо сказать, что в лечебно-реабилитационном центре восстанавливают здоровье все жители республики. Вначале корпус был открыт для реабилитации переболевших COVID-19. Каждому пациенту применяют комплексный подход, потому что это является одним из основных принципов реабилитации. Почувствовать результат можно через неделю. Очень много тренажёров хороших. Вы с каким диагнозом попали? После инсульта. Восстановились? Ну не полностью, но есть какие-то злеи. Я раньше ездил в этот, в Осетию как-то был. Но оттуда приехал, хвалил их. Ну там всё есть у них, и роботы, и всё. А когда уже здесь увидел, что у нас точно такие же. В центре осуществляют одну из задач филиалов фонда «Защитники Отечества». Они содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение. В лечебно-реабилитационном центре бойцам созданы все условия. Для восстановления здоровья разработаны специальные программы. Опыт у врачей в реабилитации пациентов уже есть. В этом убедилась и Анна Цивилёва. С приказом 788-Н по реабилитации занимаемся не менее трёх часов в день. Вот, ну вот, двигательную такую терапию. Ну, я думаю, больные довольны. Подождите, трёх часов в день для каждого пациента? Да, практически. То есть вы, в общем-то, здесь постоянно физически... Ну, где-то вот здесь, потом на других аппаратах, там, массаж, там и так далее. В общем, они вот, процедуры все, если в общем взять, в соответствии, так мы занимаемся. Вы чувствуете какие-то улучшения? Вы давно уже здесь находитесь? Я поступила с отбухшими ногами. После перелома, после травмы? После, да, операции. После операции. Анна Цивилёва отметила, что в центре реабилитации есть всё необходимое для восстановления бойцов. Всё, что необходимо, всё у вас есть. Хотел сказать, что у вас ремонт, наверное, был недавно, да? Вы знаете, 10 лет до того ремонта. Да вы что? Мы такие аккуратные. Потому что ощущение, что чистоты, ухоженности. Действительно, лечебно-реабилитационный центр представляет комплексную структуру. Он хорошо оснащён, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда, подытожила Анна Цивилёва. Добавив, что врачи и медучреждения понимают перспективы возможностей для этих ребят, для того, чтобы активно войти в социальную жизнь. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции. И это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра. И вопрос встаёт в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов. Потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь. А во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить как раз программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Единый штаб при главе Карачаева-Черкесии отправил в бригаду «Зубр» в городе Будённовске очередной груз поддержки, технические и специальные средства, цифровые рации, антидроновое оружие, дроны, а также экипировку, генераторы и бензопилы. Всё это необходимо для того, чтобы наши бойцы могли ещё лучше выполнять боевые задачи в зоне СВО, отметил первый заместитель министра промышленности и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Аркенов. У нас работает оперативный штаб на постоянной основе. Оперштаб собирает всю необходимую потребность от военных частей. Это и 44-я военная часть, и 100-я бригада. В общем, везде, где присутствуют и проходят службы наши ребята, мы со всеми взаимодействуем. Сегодня мы отправляем груз для новой сформировавшейся бригады. Сформировали мы предварительно потребности. От ребят с передовой у нас положительный отзыв, в принципе, обо всём, что мы отправили на сегодняшний момент с точки зрения именно технических средств. Да, это очень всё необходимые вещи. Генераторы позволят нам получать какой-то свет, какую-то энергию добывать, так сказать. Бензопилы очень полезно будем строить блиндажи. Наши разведчики будут благодарны за коллиматоры, за тепловизоры. Антидроновое ружьё – незаменимая вещь. И в остальном всё. Огромное спасибо республике за помощь. Многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства исполнил обещание, данное пару месяцев назад, нескольким многодетным семьям. Они хотели посетить Москву, и такая поездка, включающая экскурсию по Кремлю, была для них организована. Владимир Владимирович пообщался с гостями по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Во встрече, которая состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, также приняла участие многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии, ранее награжденная Орденом Родительская Слава. В ходе общения Владимир Путин назвал многодетные семьи ценностью и гордостью России и обратил внимание на то, что родители воспитывают детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения, а также подают замечательный пример другим российским семьям. Напомню, что 1 июня, в День защиты детей, глава государства также проводил видео-встречу с многодетными семьями. Тогда побеседовать с президентом смогли не только супруги Резуан и Рита, но и 8 детей семьи Туговых. Черкесы всего мира 1 августа отмечают День репатрианта. Эта особая и памятная дата была установлена четверть века назад в память о массовом возвращении на историческую родину первой группы этнических адыгов, проживавших в Косово в связи с началом военных действий на территории государства. Общественное движение «Адыги Хасы» Черкесский парламент организовало праздничный вечер для репатриантов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Сегодня более пяти тысяч репатриантов проживают на территории Российской Федерации. 35 из них нашли свой новый дом в Карачаево-Черкесии. На родину предков возвращаются не только те, кто попал в трудные жизненные условия. Всё больше соотечественников находят дорогу домой по зову сердца и души. Посильная помощь на уровне правительства республики, черкесских общественных организаций, в частности Адыга Хаса, Черкесский парламент по защите права и интересов черкесского народа и, конечно же, простых людей, откликнувшихся на нужды соотечественников, способствовало быстрой социализации и адаптации к новым условиям проживания. Убегая от ужасов сирийской войны, Бусейна семь лет назад впервые вступила на землю предков. Вместе с ней была её мама. Сейчас она живёт в Ауле-Алибердуковской, успела освоить русский язык на разговорном уровне, нашла работу и полностью погрузилась в новую жизнь. Нормально, всё хорошо сейчас. Не скучаете? Нет, мне нет разницы. Здесь тоже наш дом, наша земля здесь. Я здесь, мне очень хорошо, мне всё нравится. Люди хорошие здесь тоже. Встреча в офисе Адыга Хаса прошла в очень уютной семейной обстановке. Здесь все уже давно знают друг друга, в курсе всех событий, происходящих в семьях репатриантов. Али Асланов в приветственном слове обратился к соотечественникам и поздравил с такой значимой датой для адыгов всего мира. Участники встречи также поднимали круг вопросов, касающихся их жизни и деятельности, на них давались ответы. Репатрианты делились успехами в работе и учёбе. Сегодня в офисе Адыга Хаса собрались, пообщались, обсудили, какие у нас есть проблемы, как они живут. Они на сегодняшний день практически все, кто вернулся, уже имеют российские паспорта, есть жильё. Многие вышли замуж, женились, есть дети, учатся в учебных заведениях, кто в садик ходит. Все обустроены. Начавшийся 25 лет назад процесс репатриации вывел на новый уровень связи между адыгскими сообществами разных стран. Именно 1 августа 1998 года первая группа переселенцев пересекла границы России и прибыла в республику Адыгея. По их следам и сегодня черкесы продолжают возвращаться домой. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. 1 августа в стране отмечается День образования службы специальной связи России. Как осуществляет свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики в Карачаево-Черкесии, расскажет Али Баташев. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкесске по адресу Пятигорское шоссе, 22. Общий стаж его работы в спецсвязи 5 лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Для доставки корреспонденции груза в спецсвязь используют собственный автотранспорт, в том числе и бронированные автомобили, а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране, а услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия. Вооруженная охрана и специальный транспорт. Кстати, услуга перевозки чистокровных лошадей есть только в Карачаево-Черкесии. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками, фельдигирями, вооруженными служебными оружиями. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуя случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-логистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. За время своей работы он воспитал 42 мастера спорта СССР, двух мастеров спорта международного класса. В Черкесске в спорткомплексе юбилейном прошло чествование заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летий известного наставника посетили немало его воспитанников, в том числе победителей и призеры самых престижных соревнований. На мероприятии побывал Артур Махце. Стартовавший в спорткомплексе юбилейном турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале Черкеска был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаево-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре 6-й городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. Первое место сегодня легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Если говорить именно о его жизни в спорте. У него другой жизни, по-моему, и не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит в спорте, сколько мы его помним в спорте. Он величайший организатор. Прозанимался с 78-го по 93-й год, 15 лет. Вот Якубыч, это второй отец. Он нас всех воспитал, всех вырастил. Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека, с первых тренировок в полуподвальном помещении. Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Якубович предложил, он говорит, не хочешь на тренерской работе поработать? Я заканчивал пединститут карачаевский. Ну, я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, где сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, Гарт Алексей, попробуй. Если вот я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва. Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги. И с большим уважением, и с большой такой мужской человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы. В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник, Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почётной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное, вниманием и уважением его воспитанников и коллег. Артур Мухцегалина Алиева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Волкодав покорил Эльбрус. У жителя Карачаева-Черкесии Алана Саркитова была давняя мечта взять с собой на самую вершину собаку. Работа над проектом началась год назад, и этим летом он воплотился. Альпинист Асхат Гузоев из Кабардино-Балкарии, Алан Саркитов и карачаевский волкодав по кличке Басхан взобрались на самую высокую вершину Европы. Светлана Шаганова об отважном четвероногом альпинисте и его наставниках. Есть! Я сделал это! 5621. Высота взята. Здесь рукой можно дотронуться до неба. Асхат Гузоев и Алан Саркитов – опытные восходители на Эльбрус. А собаке требовалась специальная подготовка. Да и волкодава нашли не сразу. Вначале был другой претендент. Она была намного больше, где-то под 100 килограмм веса. Такая черная. Но типаж идеально подходил. Типаж строения морды, лап, груди. Вот как именно типаж нашего карачаево-балкарского волкодава Басхан-Пари. Ну цвет чуть-чуть подводил. Ну как они, черные цвета, расцветка у нас не было исключением. Но это не наша родная, национальная, традиционная. Она где-то со стороны Таджикистана и Ирана пришла. Это примесь. Собаку выбирали по определенным критериям. Вес до 70 килограммов. Строение. Типаж. Соответствующий окрас породы Басхан-Пари. Карачаевский волкодав. Всем параметрам соответствовал пёс Басхан, выращенный в питомнике кинолога Казбека Магулаева. Своего четвероногого друга для восхождения любезно предоставил султан Викбулатов. Главная была задача испытать породу в высокогорных условиях. Первый день там пошли на небольшую высоту прогулочку, на второй день повыше на прогулочку, третий день еще повыше. Акклиматизация, все дела. И постоянно мы за ним наблюдали. Вообще никаких проблем не возникло. Последний день мы решили, да, он готов, способен. Он это должен, ну, сделает, говорить нельзя, он должен это сделать. Басхан держал нос по ветру и устремлялся ввысь. И как опытный альпинист взял эту вершину, которая покорилась не всем. Нелегко удалось, честно сказать. Там, конечно, все говорят одно. Очень легко, очень без проблем. Но на самом деле это не так. Сам убедился. Особенно последние шаги. От седловины. До седловины как тяжко дойти, это раз. Самое тяжкое начинается оттуда, во-первых, дефицит кислорода. Нет его. Три-четыре шага дело, вот в такое состояние превращаешься. Отдыхаешь, еще три-четыре шага так же, если не идешь одним темпом. Там тоже своя методика, свой шаг, свои моменты. Никакой синоптик не предскажет погоду на Эльбрусе. Можно оказаться в сложных метеоусловиях. Путешествие в горах – это игра в рулетку. Погодные условия там просто вот как никогда, они очень часто меняются. Каждую минуту, может, два-три сезона поменяться. Ветра подняться могут. Тогда вот так прижимайся, сидишь, жди там, или цепляешься там штырями. Но холода наступать могут. Ветра накрыть облака просто за здрасте. Вот накрыло, а ты не видишь. Вот я вас сейчас как вижу, там мы друг друга не увидим. До такой степени могут накрыть густые облака. А дорога, если ты там неопытный, ты там останешься. Для восхождения нужна специальная экипировка. На ногах металлические приспособления – альпинистские кошки. А вот как быть собаке, чтобы не отморозить лапы? Лапам не было холодно, им было очень даже прекрасно, так я скажу. Потому что я сам тоже об этом задумывался. Потому что я не собаковод, я как любитель изучал их. И думал специально что-нибудь или цепляли, чтобы там кошки. Там мы же в кошках идем, там каток. Может, им это же самое нужно. Сказали нет, и он, и он все говорят нет. Он сам чувствует, он должен под собой почву чувствовать. Когда где чуть-чуть скользко, он когти пускает. И каждый шаг он свой контролирует. Смелый шаг сделан. Басхан доказал свою выносливость, свой боевой характер. И уже вошел в историю первым покорившим Эльбрус. Светлана Шаганова, Расул Бердиев. Вести, Карачаева, Черкесия. 23 года в эфире. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести Карачаева, Черкесия». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском «Вестей» работает целая команда – операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаева, Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале 5 национальных редакций и «Вести» говорят на всех языках республики. А начиная с этого года, один раз в день в эфире канала «Россия-24» выходит и выпуск «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова